Всем привет! В этом видео поговорим о том, что изгнание американских военных с территории Ирака изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Главным событием текущего года на Ближнем Востоке может стать вероятный вывод американского воинского контингента с территории Ирака. Глава иракского правительства 5 января этого года официально потребовал от американских властей вывода войск с территории страны в ответ на убийство американскими военными с помощью беспилотника иракского полевого командира Маштука Аль-Дживари. Убийство этого командира получило широкий общественный резонанс в Ираке. Почти все политические силы в Ираке высказались за скорейшее закрытие в стране американских военных баз и изгнание американских военных. По данным американского издания «Политика» руководство Пентагона пока не собирается добровольно отзывать военных из Ирака. Сейчас американские военные находятся в указанной стране по приглашению правительства Ирака. Вашингтон письменного обращения об отзыве приглашения пока не поступало. При этом американские журналисты не исключают, что указанное приглашение вскоре может прийти в Белый дом. Дело в том, что парламент Ирака уже проголосовал за вывод с территории Ирака всех оставшихся американских военных в количестве 2,5 тысяч человек. Недва ли есть сомнения в том, что иракские власти при поддержке Ирана усилят давление на американскую администрацию посредством увеличения количества ракетных ударов по американским военным объектам. С октября месяца проиранские боевики совершили около 100 атак на американские военные базы на территории Сирии и Ирака. Наивно было бы считать, что указанные атаки совершаются вопреки желанию иракского руководства. Очевидно, что изгнание американских военных из Ирака – это лишь вопрос времени. У США нет ни финансового, ни военного ресурса для того, чтобы удержаться в Ираке и Сирии. Сирию американским военным также придется спешно покинуть, поскольку сирийские базы получают снабжение с территории Ирака. Вполне вероятно, что произойдет это после ухода Байдена с поста президента США, ввиду того, что у США не осталось союзников, которые бы выступали за ослабление Ирака и Сирии. Ранее Вашингтон умело играл на противоречиях между Ираном и Ираком, Ираком и Кувейтом, Сирией и Турцией, сталкивая их лыбами. Сейчас указанным странам нечего делить и незачем воевать друг с другом. Для США неизбежный вывод войск из Ирака и Сирии будет иметь тяжелые последствия в виде потери влияния в Восточном Средиземноморье и в Турции. США также лишатся огромных доходов от контрабанды иракской и сирийской нефти. Продолжение следует...